В день Седового Валентина по всей России проходит донорская акция «Подари каплю любви тем, кому она необходима». Мурманск присоединился ко Всероссийскому донорскому движению и сегодня в медицинском колледже будущие врачи и медсестры сдавали кровь. С теми, кто делает добрые дела, пообщалась Марина Калмыкова. Сумоцко оставляем, шапочку одеваем, волосы прячем, животные живем. В день всех влюбленных кому, как ни молодежи, дарить свою каплю любви нуждающимся в помощи. Студентка медицинского колледжа и будущий фармацевт Ирина Акимова поддержала Всероссийскую донорскую акцию и сегодня впервые сдает кровь. В списке добровольных доноров почти 50 студентов колледжа. Каждый день человеку требуется кровь. Хотелось кому-то помочь, спасти какую-то жизнь, может быть. Евгений Мешков в донорском движении недавно. В его медицинской карте пока шесть отметок о сдаче крови. Но эта цифра обязательно будет расти, говорит он. Молодой человек мечтает получить нагрудный знак почетного донора России. И, быть может, именно его капля крови спасет чью-то жизнь. Хотелось бы стать почетным донором, так что буду часто ходить сдавать. Раз в две недели можно сдать. 40 раз для почетного донора не так уж и много. В Мурманской станции переливания крови дефицита в донорах нет. Однако главная задача для врачей – привлечение именно молодежи к донорскому движению. Поделиться своей кровью с близкими и незнакомыми людьми – это благое и почетное дело. В России доноров всячески поощряют. У почетных доноров есть ежегодные выплаты. Те, кто у нас награждены данным званием, плюс протезирование, зубопротезирование в определенных больницах нашего города бесплатно. Помимо этого, бесплатный проезд на общественном транспорте и обслуживание в медицинских учреждениях без очереди. На сегодняшний день база Мурманской станции переливания крови насчитывает несколько тысяч доноров. И только в прошлом году звание почетного донора России получили более 100 горожан. Участники же сегодняшней акции помимо угощений получили в подарок футболки и брелки.